я бы не смотрел на юань и рубль как на надежные такие гавани по крайней мере в ближайшие три месяца цикле высоких ставок любые компании активы с большим долгом это плохо заработать можно практически на всем в какие активы сейчас не стоит инвестировать на фондовом рынке сейчас ситуация прежде всего обусловлена конечно высокой ставкой cb и более того она не просто высокая ильвира сахип заданная заявила что она может еще вырасти 19 до 20 процентов и даже полгода назад мы такого поворота не ждали люди продолжали скупать офз и дальние и ближние и сейчас выясняется что было не очень хорошая покупка и наверное в сентябре мы на самом деле все лето всю весну все лето ловили пытались поймать дно по облигациям и те кто его пытались поймать они сейчас сидят в неплохих таких убытках с акциями похоже ситуация за лето рынок очень сильно просел и по итогам с начала года рынок просил довольно сильно сейчас вряд ли можно советовать ждать очередного дна по акциям и по облигациям хотя цены акции уже привлекательны так что на фондовом рынке я бы сейчас опасался облигаций по крайней мере в ближайший месяц-два и по акциям наверное постепенно набирал бы позиции на цикле высоких ставок любые компании активы с большим долгом это плохо компании которые более менее привязаны к инфляционным движениям так называемые utilities или товары повседневного спроса которые производят компании это хорошо мы также не вкладываем компании которые были нацелены и росли за счет большого роста потребительского или корпоративного кредитования опять же смотрим на эти компании и туда не вкладываем активы на фондовом рынке всегда есть какие вкладывать здесь скорее наверное стоит как смотреть нужно время нужное знание информации анализировать очень много зависит от вашего риск аппетита от вашей инвестиционной стратегии потому что активы в которые вкладывать на фондом рынке они здесь есть всегда тот же второй третий эшелон там бывают очень интересные идеи у вас есть возможность всегда у инвесторов заработать не только на росте но и на падение приставать не в длинной в позиции в коротке возможно есть всегда таких инструментов которые точно не стоит наверное нет в какие активы не стоит инвестировать на товар на сырьевом рынке самое простое не стоит вкладывать активы которые сложно транспортировать с допустим трудным логистическим плечом это какие-нибудь необычные группы soft commodities это какие-то виды мяса какие-то виды непонятного сырья если мы говорим про специфические трейды по нефти но по нефти все ждут каких-то решений по конфликтам и на украине и на ближнем востоке так что здесь все и по выборам в сша так что здесь все очень сильно подвешено пока думаю что каких-то важных решений принимать не стоит стоит дождаться как раз решение джерома паула поставки золото очень сильно выросло наверное сейчас не лучшее время чтобы вставать большие позиции до в лонг было это интересно на уровне 1800 1900 может быть 2000 до предпосылок к тому чтобы она снижалась сейчас нет да все сейчас за золото какие валюты не принесут прибыли думаю что рубль сейчас не очень хорошее вложение почему потому что опять же эльвира сахип задан обещала нам не обещала намекнула на дальнейшее понижение ставки то есть на ослабление рубля юань тоже чувствует себя не очень хорошо хотя по сравнению с рублем вроде как и неплохо но на все это накладывается проблемы с выводом и сводом юаней на российскую биржу с оплатой товаров юанями самые большие сложности будут у евро ведь потому что евро в очевидной сложной ситуации потому что экономика потому что политика потому что ситуация поэтому наверное евро будет чтобы спасать свою экономику в итоге идти все-таки в гиперинфляцию потому что большое количество населения не сразу поймет что инфляция это налог на всех просто с отсрочкой платежа нет таких валют посмотрите что происходит сейчас на форекс если говорить о ликвидных валютных парах да не о замкнутых валютах не ограниченных валютах а ликвидные валютные пары в рост или в снижение заработать можно практически на все есть возможности на всех ликвидных валютах заработать до вверх или вниз смотреть на то у нас главное конечно регуляторы стоимость денег смотреть на это каковы решения прогнозировать эти решения смотреть на перетоки капитала между странами в какие криптовалюты не стоит инвестировать вообще нельзя смотреть на маленькие криптовалюты маленькие от которой не входят в топ-10 по капитализации я в своем портфеле держу только эфир и биткоин то есть самые две большие капитализации валюты смотрите сколько людей пользуется криптовалюты сколько транзакций проходит в криптовалюте которые вам интересны если она не входит в топ-10 по количеству заинтересованных пользователей по количеству транзакций вряд ли стоит обращать внимание потому что все уже понимают что технология блокчейна освоена прекрасно и вряд ли можно создать не что-то принципиально новое и стоит ли тратить свое внимание на какой-то там сотый по размеру капитализации стартап который сделал новую криптовалюту вряд ли они что-то предлагают действительно новое скамовские валюты которых нету основателей которые не показывают свои лица не проводят конференции и так сказать привлекают огромные раунды наверное это было бы страшно те валюты которые имеют какие-то проблемы с локальными регуляциями тоже надо осторожны не стоит наверное в переоцененные переоцененные но это будет справедливо данный вопрос и в отношении всех остальных наверное активов да то что переоценено здесь очень надо аккуратно подходить вопросы регулирования очень важны обращать внимание что происходит на рынке по криптовалютам кто основные участники а сейчас и тут изменения достаточно серьезные на этом рынке обратите внимание на крупных игроков майнеров американские компании которые зарабатывали на майнинг последнее время крупные американские компании майнеры они начинают сворачивать этот бизнес они уходят из майнинга что они делают они средотачивают бизнес на чем на развитии дата-центров и на покупке биткоинов какие альтернативные инвестиции не принесут прибыли я думаю что сейчас самая популярная альтернативная инвестиция это крауд ленинг и с ним существует большая проблема да он обещал нам ставки выше офз по крайней мере выше коротких офз на 78 процентов что получилось в итоге так как предприниматели которые обычно они возят что-то там из китая или делать какие-то услуги или небольшие производства то есть те предприниматели которые не могут взять кредит в банке они идут в крауд ленинг и начинают набирать там кредитов под условные 36 процентов годовых вроде бы привлекательная цифра для инвесторов уже так это получается в два раза выше чем но что мы видим с начала этого года предприниматели эти которые набрали кредитов и в начале года и в прошлом году не могут перекредитоваться просто ставки по кредитам растут что получается что крауд ленинг вместо заявленных 36 процентов приносит не то что нулевую доходность или не то что доходность ниже депозиты которые сейчас очень интересны но и даже бывает у некоторых площадок особенно у небольших но и у больших кстати говоря тоже они приносят не прибыль а убытки и мы уже не говорим об обгоне инфляции опасно заходить венчурные проекты которые опять же привязаны к стоимости денег если они если проекты растут на на заемные деньги то это сложно если у вас на потребительскую нишу которая влия на которую влияют высокие дорогие ставки и стоимость денег дорогая наверно туда не надо поэтому сразу так смотрите ага комиссионный доход у проекта или венчурного какого-то вашего вашей идеи комиссионные деньги быстрая выручка никаких контрагентских кредитных рисков хорошо